Реализация национальных, федеральных, региональных и народных программ как незаменимый помощник в развитии инфраструктуры в городах. А когда эти программы работают в комплексе, эффект достигается максимальный. Общественность и пресса пристально наблюдают за ходом реализации всех этих проектов. Органы власти, в свою очередь, как ответственные лица, всецело принимают участие в работе. Большим дополнением стала и относительно новая народная программа «Мы вместе», получившая жизнь в июне 2021 года. Основная цель – улучшение качества жизни людей. И Чита, наряду с другими городами России, уже может похвастаться высокой динамикой выполнения и положительными результатами проделанной работы. Один из примеров – это благоустройство дворовых территорий. В первую очередь, людей, конечно, интересует асфальтирование проездов, проходов, пешеходных дорожек. Комплекс, он сам себе подразумевает, чтобы было и элементы благоустройства в виде малых архитектурных форм, также озеленения и освещения дворовых территорий. И это только начало благоустройства дворов жилых домов в центральном районе Читы. Для более эффективного выполнения этих программ городская власть очень плотно ведет работу с краевым правительством и с федеральным центром. Организация комплексного подхода, когда несколько программ соединяют и направляют на целый район, в разы повышает качество проделанной работы. Мы все с вами видим позитивные изменения. Это асфальтирование дорог, тротуаров, это установка новых детских площадок, спортивных площадок, воркауты, хоккейные коробки, многофункциональные коробки, тренажерные комплексы. Все это благодаря тому, что работают эти программы. Немаловажные мероприятия – это замена старых окон в школах, в детских садах, в учреждениях дополнительного образования. Помимо этого, жители железнодорожного района уже получили 17 детских площадок, две хоккейные коробки, 8 воркаут-комплексов, 5 уличных тренажеров и многофункциональную спортивную площадку в частном секторе микрорайона Витимский. Несмотря на бодрый шаг в создании благоустройства, работы остается непочатый край. Но уже в каждом районе города есть пример и результат совместной работы общественников, депутатов и представителей городской администрации. Надо сказать, что за последние годы давно у нас территории не асфальтировались и наконец-то у нас это все сдвинулось. И уже в этом году мы сейчас 4 территории, 3 у нас готовых, 4 подрядчик еще пока нам не сдал. Вместе с этим установлено на территории района большое количество контейнерных площадок, которые благоустроенного типа. Они у нас закрыты с крышей, с дверками, отдельно сделана секция под крупногабаритный мусор. Также ведется работа по установке именно остановочных павильонов. Если немножечко заострить внимание, сколько мы уже за эти два года истратили денег на вывоз местных свалок. За это время почти 20 миллионов город потратил за два года, да? И сколько мы на эти деньги могли бы сделать в благоустройстве. Больная мозоль – тема мусора в городе. Для того, чтобы жители могли с гордостью заявить, что читать чистый город нужно самим научиться утилизировать отходы в строго отведенные для этого места. И тогда время, силы и средства, направленные на борьбу с многочисленными свалками, будут направлены на улучшение инфраструктуры. Это строительство дорог, благоустройство общественных территорий, дворов, строительство школ, детских садов и, самое главное, новых автомобильных дорог. Сейчас мы с вами идем по улице строителей. Это, будем говорить, последний этап в цикличности. Мы сделали в прошлом году, получается, на деньги БКД, получается, это по программе, было сделано, будем говорить, вокруг. Это энтузиастов. Сейчас делаются строители с тротуарами, с проезжей чащей, с пешеходами. То есть это цивилизованный такой подход, это уже другой вид к поселку. Таким образом у нас получается круг. Это один из результатов тех вливаний, которые идут в последнее время в город. И спасибо вот этим программам. Движение есть, и оно движение чувствуется, потому что изменения люди понимают. Очень приятно, допустим, для поселка Застепь, то, что там в этом году мы откроем филиал музыкальной школы. То есть для поселка это вообще праздник, потому что там детям заниматься действительно нечем было. Для нас, как бы для глав районов, это очень действительно такой ответственный этап, когда нужно правильно освоить эти деньги, нужно внимательно следить за ходом работ и, естественно, сделать так, чтобы действительно люди почувствовали, что это сделано для них. На данный момент ликвидация свалок, строительство школ и детских садов, благоустройство территории стали самыми популярными пунктами народной программы. За пять лет горожане должны в полной мере ощутить чистоту, комфорт и достойный внешний облик города. И для того, чтобы выполнить сотни мероприятий, каждый должен принять участие в формировании комфортной среды для себя и своих детей. Выбор направлений в работе народной программы «Мы вместе» будет определён жителями города и края в ближайшие пять лет.